С такими насосами пожарные работали ещё в начале 20 века. Этот образец не используется по назначению, но, по мнению хозяев части, имеет историческую ценность. Реликвию сохранили и, отреставрировав, поставили на постамент. Насос, кстати, в рабочем состоянии. Прикрепив к нему пожарный рукав, можно смело проводить операцию по ликвидации возгорания. Пожарный насос двухцилиндровый, производительностью 153 литра в минуту. Применялись такие насосы в подмосковных пожарных подразделениях в конец 19-го, начале 20-х веков. И с этого момента пошло развитие пожаротехнического вооружения пожарных насосов, которые уже в настоящий момент доведены достаточно до высокого уровня. Возможности оборудования и новинки обмундирования показали приглашённым малышам. В этом теплоотражающем костюме можно смело тушить возгорание горюче-смазочных материалов. Пожарные используют пену. Зрелище впечатляющее, говорят ребята. Куда интереснее школьных занятий. А вот эта машина на задание, как правило, выходит первая. Она оснащена не только всем необходимым для того, чтобы затушить пламя, но и специальными приспособлениями для разбора конструкций и извлечения пострадавших. Тут же находится у нас колонка пожарная, чтобы нам забирать в воду с гидрантов. Плюс разветвление, лафетные стволы, верёвки спасательные. Это для спасения людей или самоспасания, когда мы отрезаны огнём или чем-то, приходится с высоты спасаться. Здесь же находятся деэлектрические комплекты. Это используется для резки проводов, опять же, чтобы обезвредить нам место пожара, чтобы нас не ударило не током, ничем. Лестницы всех мастей, пожарные рукава, купол жизни, если вдруг придётся прыгать из горящего здания, всё это находится и в соседней машине, боевой, как говорят сами спасатели. Теперь техника способна выполнять самые сложные задачи и позволяет спасать большее количество жизней. А начиналось всё вот с этого насоса, который теперь будет украшать территорию пожарной части. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Бострова, КРТВ